Мы вернулись, вы смотрите Израиль за неделю, каждую субботу на RTVI. Итак, до рекламы мы говорили о биометрической базе данных, среди прочего, естественно, о праве гражданина на охрану частной жизни. Между тем, на этой неделе выяснилось, причем совершенно случайно, из неряшливо подготовленного отчета о самоубийстве бывшего агента МОСАДа Бена Зигера, что в Израиле содержится, по крайней мере, еще один, так называемый, заключенный X. Находится он в камере-одиночке, преступление его поставили под удар безопасности государства, больше не знают о нем ничего. И снова волна общественного и депутатского возмущения прокатилась по стране под лозунгом «Требуем знать». У меня же возникает вопрос, а зачем, собственно? Редактор программы Борис Йендин попытается ответить мне за всех возмущенных. Борис, здравствуйте. Так зачем так необходимо это знание? В конце концов, есть безопасность государства, которую необходимо обеспечить, в том числе и за счет сохранения некоторых вещей в тайне. Разве государство не вправе на это? Да, разумеется. Такое право есть у любого государства. И я не сказал бы, что испытываю какую-то особую тревогу в связи с сообщениями о новом заключенном X. Но неприятные вопросы у меня все же возникают. Какие? Например, сколько в Израиле таких заключенных? Информация о Бене Зигере, покончившем с собой, просочилась в прессу только из-за его самоубийства. И о существовании еще одного секретного заключенного мы узнали сейчас в контексте случая Зигера. Так что же дает нам основания думать, что этим все исчерпывается? Может быть, в Израиле есть не только заключенные X и Y, но и A, B и C и все прочие буквы латинского алфавита? Вполне может быть, почему бы и нет. Но зачем той же Рики Коэн из Хадеры, которую так любит министр финансов, об этом знать? Потому что Рики Коэн из Хадеры делается не по себе от того, что может в этом смысле касаться лично ее. Например, от сообщения о том, что спецслужбы прослушивают миллионы телефонных разговоров. И Рики Коэн совсем не уверена в том, что создание той же общей базы биометрических данных не ставит под угрозу ее личную безопасность. Хотя, разумеется, мы все понимаем, что и то, и другое имеют свои задачи – борьбу с террором, а не контроль за какими-то вольнодумцами или искателями приключений в области, так сказать, романтики. Да, но конкретно секретные заключенные Рики Коэн не касаются никак. Но все это – звенья одной цепи. Нас уверяют в том, что деятельность спецслужб полностью контролируется органами законодательной и судебной власти. Но тут можно задаться вопросом, кто кого контролирует на самом деле. Ну, давайте не будем наивными. Наверняка секретные заключенные существовали раньше. Да, и мы об этом знаем. И можно вспомнить, скажем, бывшего сотрудника спецслужб Мотки Кейдара, арестованного в 1957 году за убийство и ограбление. Но об этом деле стало можно говорить лишь многие годы спустя. Можно вспомнить и бывшего советского шпиона Маркуса Клинберга. Но почему именно об этих преступниках мы ничего не должны знать? Почему именно их, в отличие от всех других нарушителей закона, в том числе жестоких садистов и насильников, нужно держать в каменном мешке без окон? Это не очень понятно. Ну, я думаю, наверное, не только исключительно из-за жестокости сотрудников спецслужб. Наверняка все-таки есть причины свои на это. Да, у спецслужб есть свои резоны и свои законы. Но желательно при этом, чтобы государство жило по своим законам, а не по законам спецслужб. Вопрос только в том, возможно ли это в нашей довольно специфической обстановке. Борис Етин, большое спасибо.